Right, for properties, and especially for companies, if the person has N companies and properties. So that's an interesting topic. Если есть и компании, и недвижимость, как правильно распланировать, чтобы было все законно, но меньше платить налогов в этом? А, ну это, как бы, это вообще довольно долгая тема, потому что есть разнообразные варианты и методы, как бы, если мы все просто записываем в завещании и описываем, кому мы хотим, порядок распределения наследства, то все это имущество, естественно, облагается не налогом, нет налогов в наследстве, господа хорошие, запомните, в Канаде налоговая система, система источников, и только три источника облагаются налогами. Это зарплата, бизнес и прибавочная стоимость, то есть то, что здесь называется capital gains. Больше ничего, ни наследства, ни подарки, ничего такое налогом никаким не облагается. Если вы шли по улице и нашли мешок с деньгами, то он тоже не облагается налогом, чтобы вы понимали. Но это не значит, что этих денег налоги не платятся, они платятся только не из рук налога, не из рук, прошу прощения, не из рук бенефициара, не из рук наследника, а из рук покойного, что называется, и наследства. Потому что, когда человек умирает, возникает виртуальное лицо, которое называется наследство такого-то. И человек, который наследство оформляет, как последний этап оформления этого наследства, должен подать две налоговые декларации. Одна из них за последний год жизни наследника, вторая за период со дня смерти до момента распределения наследства из рук вот этого виртуального лица. Теперь эти налоги не изменить, не уменьшить, не скостить, не перевернуть нельзя. Можно еще раз уточнить, значит, две декларации, одна этого лица. Две декларации за последний год жизни покойного, вторая, как если бы он делал, если бы он был жив, как каждый из нас делает за год, последний год жизни. Если человек умер 31 января, значит, это будет за один месяц, вот этого года. Если человек умер 23 декабря, значит, это будет практически за весь год отцовым. Год идет с 1 января до 31 декабря, финансовый год, за который вы подаете налоги. Одна декларация до смерти, вторая. После смерти, потому что с момента смерти до момента окончательного распределения все имущество находится во владении виртуального лица, еще раз, которое называется наследство такого-то покойного. И эти налоги можно как бы уменьшить самыми обычными легитимными способами, которыми вы уменьшали эти налоги, разговаривая со своим бухгалтером и получая от него советы. Никаких юридических как бы методов изменить эти налоги нет. Это обычный нормальный подоходный налог, и ничего здесь делать нельзя. Единственный дополнительный не налог, а пошлина, которую вы платите, оформляя наследство, это то, что называется private fee, которое 1.4% от стоимости. И когда мы говорим о большом наследстве, в котором достаточное количество денег, это может быть большой суммой. Раз. Два. Проходит достаточное количество времени с момента открытия наследства до момента окончательного оформления наследственного имущества на наследников. Поэтому тут происходит, так сказать, некая такая дырка, лакуна, что называется, в течение этого времени как бы там трудно управлять, нужны специальные процессы для того, чтобы двигать что-то, продавать что-то, менять что-то и так далее. И, соответственно, люди хотят сэкономить даже вот эти 1.4% для того, чтобы платить минимально налог на, не налог, прошу прощения, еще раз. Я говорилась о судебную пошлину для оформления вот этого наследственного ордера. Теперь, значит, когда у человека есть корпорации, и это очень интересно, но у этого есть ограничения. Если корпорация чисто индивидуальная, одна или несколько, никаких других, вторых, третьих лиц там нет, о индивидуальной корпорации, то есть возможность, есть возможность составить два завещания. Primary and secondary, то есть первое и второе. Разделив владение человека на персональный и корпоративный. Повторяю, это работает только в том случае, если это индивидуальная корпорация. То есть если человек добавил второе лицо потом, это все аннулируется. Такие аннулируются, это происходят очень большие сложности, которые мы еще не знаем, как разбираться. Почему? Потому что сама практика двойных завещаний, она пришла к нам из Онтарио, она достаточно новая. Ну, в рамках Канады и в рамках, так сказать, легальной системы нашей новая, это может быть 10 лет, это очень новая. Почему? Потому что суды, я объясню почему. Потому что пишут закон, делают что-то такое, потом люди действуют в соответствии с этим законом, потом возникают конфликты на основании этого закона, потом эти конфликты идут в суд, а потом проходит черт знает сколько лет, прошу прощения за черта, пока суды разбираются в том, как этот закон нужно интерпретировать применительно к ситуации, и вот тогда мы начинаем понимать, что происходит. Поэтому эта практика достаточно новая, никаких у нас судебных интерпретаций по этому поводу нет, и как бы я бы категорически не советовала делать что-либо подобное в случае, если в корпорации владеет более чем один человек. Окей? Потому что я могу полчаса на эту тему опять-таки рассказывать, почему это именно так, и почему можно разделить, это я вам объясню, это важно понимать. Потому что право на наследство возникает не в результате судебного ордера, право на наследство возникает в результате самого завещания, составленного по закону. Теперь, поскольку, значит, corporate registry не требует, так сказать, и закон, бизнес акт не требует судебного подтверждения подобного наследа дания и наследа получения, да, то, соответственно, можно, выделив корпоративные владения в отдельное секондаре завещания, вынуть его из той суммы, из того процесса, которым персональное имущество проходит для того, чтобы оно было в конечном итоге оформлено на наследников. Теперь, что касается персонального имущества, мы это делать должны вот почему. Как раз именно потому, что я сказала, потому что финансовые институты, то есть банки требуют судебный документ, они не принимают просто завещание. А уж, не говоря уж про земельный кадастр, Land-Dite Law, который категорически не принимает никаких документов без судебного подтверждения. Вот поэтому существует процесс судебного подтверждения правильности, правильности составления завещания, правильности процесса, что никто из наследников, которым полагается, не обиженный или не предъявил претензии, которые не были решены и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот поэтому, то есть понимаете, да, в каких ситуациях можно разделить владение? То есть, если я правильно понимаю, например, человек любит свою компанию, он хочет, чтобы она жила после его смерти, он может оставить частично работникам каким-то процент владения, плюс своим родственникам? Кто является наследником, это вопрос 28. Вообще, абсолютно 28. Речь идет, собственно говоря, о процессе и об экономе вот этого 1.4%. Теперь здесь есть, кому он это оставит? То есть, это могут быть те же бенефициары, да? Это часть, которая идет на компанию нет пробейшем. Нет пробейшем, да, нету, не нужно получать. Это вот, вот человек умер, на завтра это завещание действует, на завтра человек, который назначен там распорядительным наследством, может вступать в его тапки и руководить этой компанией. Вот в чем дело. Но есть важный очень нюанс, очень важный нюанс. Распорядительным наследством. Наследники могут быть те же самые. Вот это вообще не важно. То есть, могут быть дети, как в случае персональном, так и в случае корпоративном. Это могут быть супруги и дети, это может быть друзья или собаки. Все, что угодно. Но распорядитель наследства не может быть один и тот же для первого, второго завещания. По очень простой причине. И это исключительно важный момент, который нужно понимать. Почему? Потому что, когда мы оформляем наследство в суде, то распорядитель завещания подписывает декларацию, что я предъявил суду все имущество, которое было мне дано в рамках вот этого самого завещания. А если у него оба, то он, простите, лжет. А так и бывает. Компания это как отдельный человек. Вот, поэтому там... А можно вопрос издала? Да. А если человек не оставил завещание, как это в суду, что нужно предъявлять, чтобы вступить в наследство, например? Приходите ко мне консультироваться. Потому что это разговор опять на полтора часа. Нет, нет, процесс тот же самый. И как я объясняю, значит, но тогда, тогда не выделяется ничего корпорате. Если человек не оставил завещание, и у него есть корпорация, то он сошел с ума и что-то того, как умер. Причем давно. Ну, серьезно. Ну, вот не думал. Никто не думал. Ну, вот сразу ты заводишь корпорацию или детей рожаешь, чтобы они бежать делать завещание. Да? Они, потому что... К сожалению, они думают вообще... Они думают, что они мечтуют. Well, yeah. Так вот, когда нет завещания, нет возможности разделить, нет возможности ничего сэкономить. Все идет одной кучей. И завещание, наследство распределяется в соответствии с порядком, установленным законом, то есть законодательством, наследственным, которое называется Will's Estates and Succession Act. Когда меня люди спрашивают, и это основной вопрос, всем ли надо делать завещание? Все кричат, всем, 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 всем. В большинстве случаев да, но совсем не всем. И ответ на это очень простой. Завещание нужно делать тогда, когда вы хотите изменить порядок наследодания наследования, который установлен законодательством. То есть, если у вас супруг и дети, то законодательство предусматривает раздел наследства между супругом и детьми, чего вы не хотите в 99.9% случаев. Вы хотите оставить это друг другу, а уже потом детям, чтобы дети не вытаскивали из подоставшегося живых родителей от табуретки. А это изменение порядка наследования. Поэтому для нормальных супружеских пар стандартные ситуации с детьми завещание делать надо. А вот когда его не надо делать, это когда есть одинокий человек, и у него один ребенок. От слова совсем не надо, потому что это тот же процесс. В законе написано, дети наследуют, он у тебя один. Больше у тебя никого нет. Все, Вася, не надо. У меня сегодня была такая ситуация. Ко мне пришла клиентка и говорит, у вас стоит завещание. Я говорю, какая ваша ситуация? Она говорит, я одна, у меня одна дочь. Я говорю, и сколько оно не стоит? Ну, вам не надо. Это очень важно говорить и проговаривать. Я это, у меня мозоль на языке, сколько я это говорю. Наташа знает. Объясняю, говорю, и это самое. Джереми, do you know how to finish life and share or not? You don't? Oh, my God. Okay, so we're done with that part. Yes. So now we will do the same thing in English. Sure, sure. No problem. Will do. Я пока только стали два года его учить. Это английская практика нужна. Нужна какой-то такой... Надо не учить. Надо жить. Надо читать книжки. Надо смотреть кино. Надо смотреть телевизор. Надо слушать радио. Вот как надо делать, а не учить. Учить ничего не надо. Это глупости. Пойдемте, я вас сфотографирую быстро. Опять? Мы вообще не будем. Потому что возможно, мне нужно будет и... Да, нам скоро надо будет... Наденька, ну слушай, пожалуйста, мне потом на это... Чтобы я approved. Да, 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 безусловно. А, да вы что, я вообще не хотела бы выставлять. Да, да, просто, ну в любом случае. Ну, мне-то пришлете. И со мной тоже. Да? Да. After you ask your question in English, why not? You hear what I asked to translate from Russian? You know, I care about you. That's what I asked to do in Russian. You know, you can start. So, again. One, two, three. Hi. So, now we're going to do the same thing in English. With us today, very well-known lawyer in Vancouver. Very respected. Julia Barca. And she's going to share with us in science secret information. Not every people, everybody knows that. Very few people actually know that. That's a new practice. But, frankly, I haven't said, I haven't explained a couple of other methods and tools that can be used for the estate planning procedures. Even in Russian, I just didn't get there. I only was talking about the corporate side of it. I was not able to finish and provide some other information regarding the real estate holdings, which can be dealt with. Oh, that is the most interesting. Oh, I know. But I will. Let's do it in English. Let's do it in English. So, I've been asked a couple of things. How to, what are the tools and methods for estate planning to minimize the expenses for the beneficiaries and make the process a little bit easier? And here's what it is. As I explained and am explaining all the time, the taxes cannot be minimized other than by regular normal methods that you do it with your accountant because when a person dies, a virtual entity comes to life and it is a state of the deceased person. And by the end of the process of probate and receiving of inheritance, two tax declarations must be filed. One is for the last year of life of the deceased person. And the second one is from the date of death until the date the inheritance actually had been distributed, had been distributed among the beneficiaries. Those are normal, regular tax declarations which should be done. And no legal way of minimizing this burden exists. What we're talking about is the process itself and the private fee, which is 1.4% approximately. And it is taken from the entire estate, which is under the court's review. And here we have some tools and methods. And here we have some tools and methods.